Поддерживать добрые дела. Вопросы взаимодействия государственных структур и некоммерческих просемейных организаций во вторник обсудили за круглым столом в Доме национальностей. Общественный комитет «Колыбель» совместно с фондом «Покров» создали проект, который позволит решить проблемные вопросы общественных организаций. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции. У общественных организаций масса проблем, связанных не только с финансированием, но и с подбором кадров. И наиболее уязвимое звено в кадровой политике общественных организаций – это недостаток квалифицированных юристов. Для юристов общественники организовали курсы повышения квалификации и выпустили учебное пособие, в котором подробно описаны процедуры защиты граждан, нуждающихся в помощи, от оформления опеки до подачи документов на элементы и гранты. В разработке учебника приняли участие известные адвокаты, юридические ассоциации и ведущие преподаватели вузов. И самое главное, этот проект позволил обменяться опытом. Сказать по-простому, то, во-первых, были налажены тесные взаимоотношения между НКО по всей России. Сейчас идет консультация по юридическим вопросам. До сих пор идет на платформе, электронной платформе идет консультация, обращаются к нам люди. Мы иногда обращаемся к консультациям. Вопрос контроля общественных организаций стоит в регионе довольно остро. Добрыми делами прославиться нельзя. Некоторые пользуются именем НКО исключительно для собственной выгоды. А потому нужна поддержка государства тем, кто тратит свои силы во благо общества. А деятельность мошенников, которые не прочь нажиться на чужой беде, напротив, необходимо пресекать. Проблемы, связанные с семьей, защитой детства, знаю как бы не понаслышке. Поэтому мы должны приложить со стороны законодательства все усилия, чтобы НКО, которые занимаются вот этими проблемами, поддерживались. Защита семьи и детства – вот главная задача таких организаций. Они всегда готовы протянуть руку помощи нуждающимся. Но настал тот день, когда поддержка нужна самим общественникам. Даже некоммерческой организации не обойтись без финансовых вложений. Если речь, конечно, о развитии, а не выживании. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.